Детей у нас нет и не будет. По медицинским показаниям, при моем основном заболевании энцефалопатия, беременность противопоказана. Потому что при беременности организм перестраивается и мозг может заглючить и выдать множество тяжелых заболеваний. Потому что мозг в первую очередь занимается не умом, а регулированием системы жизнеобеспечения всего организма. Когда мы узнали, что мы фатально бездетны, мы начали изучать идеологию child-free, что означает свободный от детей. И хорошо стали понимать радость бездетности, особенно когда смотрим на наших ближних, у которых все-таки детишки есть. Заметьте, мы именно child-free, то есть те, кто понимает хорошо плюсы бездетности. Потому что есть еще child-hate, это те, кто просто не любит детей как таковых. Есть еще child-less, те, кто детей не имеет, но детишек хотят. А еще есть экстраваганты, у которых какая-нибудь домашняя зверушка вместо ребенка. По поводу взять ребенка из детдома, это и подавно нереально. Потому что тех, кто хочет ребенка, гораздо больше, чем доступных относительно здоровых детей. Иначе никто бы не делал бы ЭКО и не пользовался услугами суррогатных матерей. Ну, предлагают взять какого-нибудь больного ребенка, которому надо каждый год на лечение выдавать пару миллионов. Но и то не факт, что он будет здоровым. Или предлагают гиперактивного ребенка с СДВГ, который дерется, который за окна швыряется вещами. Его не возьмут в учебное заведение и с большой долей вероятности в подростковом возрасте кого-то убьет или искалечит. Ну, или еще его убьют и искалечат. Не надо нам такого детишечного счастья. У нас вместо детей наши интернет-ресурсы и наши зрители. Мы наших зрителей любим больше, чем некоторые родители любят своих детей.